Добрый день всем! Хочу сделать маленький обзор дисковой пилы ДВТ НКС-1565. Почему решил сделать? Потому что, когда решил приобрести себе дисковую пилу, про эту пилу на ютубе я не нашел ничего, ни одного обзора. Единственный человек, выложивший видео 57 секунд, молча распаковал коробку. И на этом все. Почему остановился именно на этой пиле? Я вообще никогда не связывался с дисковыми пилами. Столяркой я не занимаюсь так, чтобы было на даче под рукой. То есть, пользоваться я буду от случая к случаю. Поэтому дорогие бренды даже не рассматривались, потому что оно просто не надо. Она не будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А так, если надо будет что-то распустить, думаю, что ее должно хватить. Поскольку один раз пришлось распустить 40 доску, распускал ее лобзиком той же фирмы ДВТ. Да, это неудобно. Углы пришлось потом еще шлифовать. Поэтому, думал, куплю пилу, так, чтобы было на все случаи. Ну, что я хочу сказать. Подержавшую ее в руке, я понял, что, как говорится, ну, если честно, Китай, он и в Африке Китай. Хотя, качество пластика отличное. У меня уже есть опыт пользования болгарками, дрелями фирмы ДВТ, лобзиками. И вот теперь дисковая пила. Мощность у нее 1500 Ватт. Не знаю, правда это, не правда. Но вот фокус не наводится. 1500 Ватт. 5000 оборотов в минуту. При 90 рез у нас идет 65 миллиметров. При 45 идет 44 миллиметра. Почему решил выложить? Потому что, может, кому-то пригодится, как мне. Потому что я хотел, чтобы, может, кто-то пользовался. И в первые впечатления рассказать. Ну, пришлось вот так вот, как говорится, купить. Вот. И самому ее пробовать. Вот. Кнопка пуска. 4,1. Вес в нее. Так, вроде, удобно. Вот. 24. Тут идет зуба. Твердосплавная, напайка. Защитный кожух. Есть маленький люфт. Ну, я не знаю, может, вам так и надо. Вот. Подошва. Ну, не очень она такая. Ну, вроде как железо. Ну, черт его знает, как оно. Ну, в общем, не очень тонко. В смысле, не очень толсто. Вот. Здесь у нас, получается, идет выставление глубины. Здесь идет угол наклона. Ну, вот, под 45 градусов. Есть вот такой ключик для снятия. Такой примитивный. У меня такой в детстве был на велосипеде. Кусочек железя. Сюда придется нормальный ключ. Вот эта линейка. Тоже так, чисто символически. Вот. Ну, первое впечатление, как говорится, Китай. Он и в Африке Китай. Вот. Во второй части ролика я попробую ее протестировать. И скажу свои впечатления о ней. Вот. Сейчас попробуем ее включить. Посмотреть. Послушать, как оно... Ну. 4 килограмма так чувствуется на весу. Вибрация не сильная. Я не знаю, как это для 5000 оборотов нормально, ненормально. Ну, вот, как-то так. Посмотрим, как она нас покажет себя, эта пила. Еще раз скажу, что если бы занимался бы, то рассматривал бы более дорогие и качественные бренды. Тот же самый Деволт, Брэкин Дейкерс, Бош. Ну, а поскольку от случая к случая взял вот эту. Посмотрим, в общем. Во второй части скажу свои впечатления о ее резе. Большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...